Привет и добро пожаловать на канал Информ ТВ. В фильмографии актера Владимира Гусева около 70 работ в кино, но, к сожалению, большая часть из них эпизодические. Но ведь начало карьеры было таким многообещающим. Почему режиссеры так и не раскрыли в полной мере его талант? Может быть, причина в одной несыгранной звездной роли? Природный артистизм проявился у Володи уже в детстве. Во ВГИК он поступил с первого раза и еще будучи студентом дебютировал в кино. Зрители запомнили его после роли механика колхоза в комедии «Солдат Иван Бровкин». Потом были главные роли в мелодраме «Человек родился» и в «Детективе исправленному верить». Но в дальнейшем режиссеры доверяли Гусеву только небольшие роли, чаще всего бравых военных. Его звездный час мог наступить в 68 году. Владимир уже начал сниматься в «Угрюм реке» в главной роли Прохора Громова, но сломал ногу. А режиссеру не разрешили надолго прерывать съемки. Пришлось заменить Гусева другим актером. Своими синими глазами и улыбкой артист покорял зрительниц. Женщины порой не давали ему прохода, но Володя всегда любил жену – Валентину. Они познакомились во ВГИКе, только Валя училась на экономическом факультете. Со свадьбой тянуть не стали. А вскоре в браке родился единственный сын Сергей. Валентина к поклоннице мужа относилась терпеливо, понимала, что это издержки актерской профессии. А потом ей самой предложили высокую должность. И тогда уже Владимир стал ревновать, ведь по работе Валя часто общалась с влиятельными и красивыми мужчинами. Но ей хватило мудрости, чтобы уберечь семью от развода. Супруги отметили золотую свадьбу и с удовольствием воспитывали внучат Ивана и Сережу. Последний раз Владимир сыграл в кино в 96-м в сериале «Ермак». После вышел на пенсию и больше не работал. Появились проблемы со здоровьем. После обследования у него обнаружили сахарный диабет. Болезнь прогрессировала и дала осложнение на ноги. Владимиру было трудно передвигаться, а потом он окончательно слег. Провел прикованным к постели больше двух лет. Но все это время рядом с ним была любящая жена. Актер постоянно просил родных об одном, чтобы его не увозили в больницу. Он боялся уйти в одиночестве. Его не стало дома. 7 февраля 2012 года. Похоронили актера на Троекуровском столичном кладбище. А вы помните его роли? Пишите в комментариях, какие понравились. А если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!